Здравствуйте! Здравствуйте! Сегодня мы поговорим с Давидом о том, что такое истина, как её можно определить, можно ли её постигнуть, каким способом и вообще, что с этой истиной философы делают и зачем они с ней это делают. Наверное, начнём с того, что такое истина. В обыденном языке под истинностью понимаются достаточно разные вещи, и поэтому хотелось бы, чтобы мы определились с каким-то философским значением этого слова. Ну да, под истиной мы часто понимаем что-то, что правильно, или что-то настоящее. Или то, что нам нравится. Да, или то, что нам нравится. Но в философии, да и не только философии, в науке, наверное, под истиной понимается что-то другое. А именно, зачастую мы понимаем под истиной соответствие слов действительности. То есть очень просто, мы высказываемся о мире, мы говорим что-то о мире, мы приписываем миру какие-то свойства, и дальше для того, чтобы доказать собственные высказывания, для того, чтобы доказать собственные утверждения, мы должны что-то предпринять. Ну да, например, указать на тот предмет, о котором мы говорим, и показать, что он действительно обладает теми свойствами, которые мы ему приписывали в этом высказывании, истинность которого мы хотим установить. Итак, во-первых, важный момент, когда мы говорим об истинности, мы говорим об истинности высказывания, не о какой-то абстрактной истине, которая существует на изнанке облаков и написана алмазными буквами, мы говорим о том, что истинность это свойство высказывания, я правильно понимаю? Притом, свойство высказывания, какое свойство? Соответствовать или не соответствовать действительности? Да, это то, что принято называть корреспондентной теорией истинности, которая восходит к Аристотелю, иногда ее еще называют объективной теорией истины. Соответствие знаний действительности. Да, или утверждение действительности. А что значит соответствие высказывания действительности? А что значит значит? а давайте не будем определять что такое значит вот вопрос соответствием все-таки здесь более важен да как может высказывание да что-то что сформулировано в языке набор букв и слов соответствовать каким-то предметом или может быть нашим восприятием этих предметов ну я говорю халва сладкая да молоко прокисло вот есть слова есть буквы которые мы воспроизводим звуки которые мы воспроизводим есть какие-то ощущения которые у меня возникают на там да во рту в мозге связаны с тем что продукт у продукты и истек срок годности и вот собственно говоря как происходит это соотношение соотнесение такска ну вообще говоря это серьезный вопрос да и собственно с отсутствием удовлетворительного ответа на него и связано появление других концепций истины трюизм философски да звучит так что высказывание могут быть оправданы только другими высказываниями это было сформулировано первых впервые наверное фризом да ну неважно кем это было сформулировано мы можем сопоставить два высказывания и посмотреть соответствует одно другому нас смотрят нас смотрят люди от станка и от сахи да поэтому значит давай вот этот вот этот сюжет как бы проговорим детально что значит высказывание может быть подтверждено ли соотнесено соотнесено или соответствовать соответствовать до другому высказыванию что именно ты имеешь ну это значит что если я говорю что да на данной чашке изображение кто это такая кстати это барбарелла на данной чашке изображена барбарелла какому высказыванию соответствуют данные высказывания я могу сформулировать по-другому изображение на данной чашке является изображением Барбареллы, мы можем сказать, что это приблизительно высказывания эквивалентные, а что делать, а как мы сопоставим, не, мы также можем сопоставить эту чашку и другую чашку, взять две чашки, сопоставить их и посмотреть, что они одинаковы. А как мы можем сопоставить высказывание и чашку? Каким образом это можно сделать? Можно сформулировать проблему следующим образом. Это, видимо, проблема относится вообще ко всем разнообразным видам вот этих концепций, которые исходят из понимания истины, как соответственно знания действительности. Проблема заключается в следующем, как можно поставить знак равенства, а ведь, собственно говоря, это и происходит, между объектом, который занимает место во времени и в пространстве, материальным объектом, и высказыванием, то есть, собственно говоря, некой идеей, которая существует в нашем сознании и носит идеальную природу, и носит идеальный характер. То есть, не являются ли сами эти вещи принципиально несоизмеримыми? Ответ, вообще говоря, утвердительный, естественно, не являются. И в связи с этим на основании этого появляются альтернативные концепции истины. В частности, одна из них – это когерентная концепция истины, которая основана на том простом факте, о котором мы уже сказали, что высказывание мы можем сравнивать только с высказыванием. Твои фанатки хотят, чтобы ты на них посмотрел. Только с высказыванием, это значит, что когда мы говорим об истине, мы не говорим о соответствии высказывания действительности, а мы говорим о каком-то… О согласовании высказываниями, о согласованности высказываний между собой. То есть, что-то, например, какая-то теория, какое-то рассуждение будет истина только тогда, когда оно согласовано, непротиворечиво, когда нет никаких внутренних противоречий. Хорошо, я понимаю так, смотри, философ, как бы он не постигал бытие, как бы он не сидел в специально подготовленном для этого позе, на самом деле делает по существу одно и то же, любой философ. Он формулирует высказывания, результатом деятельности философа всегда является философский текст. Это цепочка высказываний, цепочка предложений, которые должны быть между собой согласованы, и не вступать в противоречие. И если они между собой согласованы, то можно сказать, и представляют связанную целостную картину, то можно сказать, что вот здесь есть какой-то вариант, что эти высказывания можно назвать истинными. Так бы, скорее всего, нам и сказали сторонники корреспондентной теории истины, может быть, то же самое нам бы сказали конвенционалисты, например, Пуанкаре, который говорил, что главное качество теории научной – это внутренняя согласованность. Но, естественно, когда мы говорим, например, о познании действительности, нас мало может удовлетворить внутренняя согласованность теории, мы бы хотели, мы всё-таки говорим о действительности, мы говорим о каких-то материальных объектах, и мы бы хотели понимать, а согласуется ли наше знание с тем, что, собственно, мы исследуем. То есть, насколько я могу представить внутреннюю динамику, внутреннюю драматургию того, о чём мы с тобой говорим? Пункт первый, да, самая очевидная, восходящая к Аристотелю идея, что знания должны соответствовать действительности, и наше высказывание мы ставим знак равенства между нашими высказываниями, да, и реальностью. Это исходный мотив, исходный пункт, да, он прекрасен, он, если бы он был, вообще, собственно говоря, возможен, было бы всё замечательно, но поскольку возникают некоторые технические, методологические всякие прочие сложности, да, то философы достаточно быстро переходят к идее, согласно которой истинность это только свойства суждений, и могут быть соотнесены к просто совокупности суждений, да, правда, здесь возникает следующая проблема в том, что мы теряем выход к реальности, и непонятно об истинности, чего мы говорим, точнее понятно, мы говорим об истинности одних высказываний относительно других, и это даже не истинность, а согласованность скорее, да? Да. Опознать-то истину хочется? Хочется. Ну, опять же, проблема никуда не ушла, да, с тем, что мы не можем сопоставлять высказывания и факт, ну, действительность, да, поэтому появляются прагматисты, да, которые говорят о том, что, да, сложно говорить об истинности теории, если мы просто сопоставляем с действительностью, а будем мы говорить об этой истине только в том случае, если данная теория дает нам какую-то практическую пользу. Ну, ты говорил, там, Аристотеля упоминал, да, упоминал Пуанкаре, упоминал еще кого-то, да, в глубине... Вообще никого, по-моему, не упоминал, в глубине где-то упоминал. В глубине, в глубине души упоминал, да, может быть, тогда соотнесешь с кем-то, да, вот эту прагматистскую теорию? Ну, в первую очередь, она восходит к американским прагматистам, Пирс, Джеймс, возможно, Дьюи, условно сказать. Да, и, собственно говоря, в чем она заключается, это вот концепция истины. Ну, как я уже сказал, заключается она в том, что то знание или та теория, да, будет истинно только тогда, когда она нам дает практически полезные плоды какие-то. То есть получается, что истиной будет та теория, которая не соответствует, не выражает соответствие действительности, потому что установить его невозможно, не внутренне согласованно между собой, потому что никакого практического выхода это не дает, а та теория, которая позволяет нам достигать результата. Да, то есть, как мы поймем, истина ли термодинамика, да, а мы применим ее, мы попробуем на основе этой теории построить двигатель внутреннего сгорания. Мы построили, он работает прекрасно, значит, теория истины. Вот, Давид, тут возникает некоторые сложности, наверное, да, могут возникнуть при использовании прагматистского подхода в истории науки. Насколько я помню, Птолемеева модель мира, да, согласно которой Земля, в общем, совсем не такая, как нам кажется, да, точнее, такая, как нам кажется, но не такая, как на самом деле, да. Так вот, Птолемеева модель, не имеющая никакого отношения к реальному положению дел, позволяла, в общем, неплохо до определенного момента предсказывать те или иные астрономические события, там, затмения, солнечные, лунные и так далее, да. И вот тут у меня возникает вопрос, да, если Птолемеева теория, примененная на практике, давала какие-то результаты, положительные результаты, являлась ли она автоматически истинной? Получается, что да, но при этом возникал другой парадокс. Раз практическая применимость есть критерий истины, практическая польза есть критерий истины, это значит, что разные противоречащие друг другу теории могут быть истинами, а значит, истин может быть много, и мы приходим к релятивизму. А релятивизм это что? Релятивизм это когда мы об одном и том же можем говорить, вернее, о разных вещах в данном случае, которые противоречат друг другу, что они обе истины, что истина и то, и другое. Вот тут возникает, мне кажется, любопытный сюжет, на котором можно было бы этот наш с тобой разговор завершить. Это разговор об мнимых и реальных ужасах релятивизма. Дело в том, что релятивизмом, как мы знаем, на философских факультетах пугают детей очень долго. Считается, что релятивизм это не такой страшный зверь, который поедает неокрепшие души и разлагает, уничтожает все самое святое и доброе, что есть в студенте-первокурснике. Так уж сложилось. Курс, который осваивает курс классической логики. И вот тут возникает вопрос, так ли страшен релятивизм, действительно, как мне с этим жить? Есть три концепции истины, мы их перечислили. Каждая из них в чём-то работает, в чём-то очевидно слаба. Как мне ответить на вопрос, существует ли истина? И как мне с этим многообразием быть? Как не впасть в отчаяние и не побежать к пруду топиться, и при этом сохранить это представление многообразия истины? Можно выбрать между ними на основании каких-то объективных критериев, вряд ли вообще представляется возможным. Поэтому здесь, скорее всего, дело субъективного выбора. То есть, если для одного философа релятивизм это плохо, принципиально плохо, потому что он придерживается каноном двузначной логики, то он выбирает, скорее всего, объективную теорию истины. Если для другого философа релятивизм это не так плохо, то он может выбрать какую-нибудь из релятивистских концепций истины, к которой я бы, кстати, и когерентную тоже отнёс. Поэтому ответы на ваш вопрос, как жить вместе со всеми, я вряд ли могу дать. А как выбрать одну из них, это дело, наверное, каждого. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok